Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта Читай быстро, в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след, и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат. 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня у нас в гостях человек, чьи книги это всегда круто и интересно. Человек, который был у нас буквально пару месяцев назад со своей новинкой «Бомбардировочная мафия», ссылка на обзор в верхнем правом углу «Появись», и человек, чьи книги можно читать ток с карандашом и только с блокнотом. Лучше всего, конечно, с букнотом. Это Малклин Гладуэлл, и одна из ранних его работ «Сила мгновенных решений. Интуиция как навык». Сегодня без вина, вкусный капучино, и поехали. Поговорим о том, что первое впечатление очень часто ошибочно, и наглядное тому подтверждение, это оплошности полицейских при задержании предполагаемых преступников, и наш с вами выбор разных недалеких политиков. На что нужно обращать внимание при принятии решений, чтобы не допускать вот таких роковых ошибок. Малклин Гладуэлл предлагает нам с вами окунуться в мир бессознательного, но не по Фрейду, а чуть иной, и проанализировать детали, изменяющие представление о людях. Давайте окунемся вместе с ним в 10 фактов и 3 задачи из книги «Сила мгновенных решений. Интуиция как навык». Вся книга в паре предложений. Перестаньте недооценивать свое бессознательное, а еще лучше тренируйте его, как тренируете, например, мозг или тело. В нужный момент мгновенное решение, которое подсунет это бессознательное, будет тем самым лучшим решением, способным изменить ход всей вашей жизни. Естественно, в лучшую сторону. Случится ли это уже завтра? Скорее всего, нет. Но дорогу осилит идущий, и вот почему. Бессознательные решения очень часто лучше сознательных. Малклин говорит, решения принимаются по двум стратегиям чаще всего. Первая стратегия – это сознательный анализ информации. Человек оценивает плюсы, минусы, делает выводы и принимает какое-то решение. На сбор и интерпретацию этих всех данных вам требуется время, и там большой информационный шум и высокая вероятность ошибки. Вторая стратегия – это мгновенные выводы. Бессознательная часть мозга ориентируется на чувства и делает молниеносное заключение. Эта форма мышления сформировалась у нас в процессе эволюции. И быстрые решения, основанные на чувствах, зачастую оказываются самыми верными. Потому что они не являются случайными. Подсознание считывает закономерности. Осознанный мыслительный процесс, который происходит у нас в голове – это сложный, долгий, требующий усилий процесс. Бессознательная часть мозга принимает решение быстро, ориентируясь на паттерны и закономерности. Вы с мозга как бы снимаете напряжение, и поэтому безошибочно определяете истину. Ну вот как, например, игроки быстро предугадывают какой-то промах соперника. Или искусствоведы могут выявлять подделку по своим каким-то странным впечатлениям или ощущениям от картины. Тут на этом факте хотелось бы сослаться на другой труд Малкольма. Книгу «Гений и аутсайдеры», ссылка в описании, ссылка в правом верхнем углу на обзор гениев и аутсайдеров. Он рассказывает там в этой книге про правила 10 тысяч часов. Суть правила такова. В какой бы области мы не брали человека, в области имеется в виду профессионального применения его навыков, для достижения уровня мастерства, которое соизмеримо со статусом эксперта, ему нужно 10 тысяч часов практики. Чтобы предугадать промах соперника или интуитивно на глаз определить подделку, о которой мы говорили чуть выше, вам точно, ну и вашему бессознательному, точно нужен будет опыт и воспитание интуиции. Потому что, кроме всего прочего, подсознание — это фильтр от информационного мусора. Скрупулезность полезна, но множество деталей отвлекают вас от главного. Поэтому по-настоящему вам стоит сосредоточить свое внимание только на каких-то важных сведениях. У подсознания есть удивительная способность отсеивать ненужную информацию. Поэтому бессознательное быстрое решение часто приводит к более точным прогнозам. И это можно объяснить еще мышлением наоборот. Потому что чаще всего мы пытаемся придумать себе какое-то логическое оправдание бессознательным решением, принятым молниеносно. Наш логический ум заставляет нас ориентироваться все равно на цифры, на какие-то факты, в то время как поспешный вывод уже сделан. И, ну, например, человек может понравиться другому человеку на первом свидании, хотя его черты не соотносятся с представлением об идеальном партнере. Интуиция очень часто одерживает верх и одерживает победу над рационализмом. В этом ему помогают ассоциации. Пятый факт из книги. Влияние бессознательных ассоциаций в нашей жизни просто неоспоримо. Они определяют поведение людей. Ну вот, например, очень быстрый пример, которым изобилует книга Малкольма. Большинство руководителей, вот если вам сказать, представьте руководителя какого-нибудь фирмы, босса, вы представите себе белого мужчину высокого роста, и потому что уже даже на уровне интуиции они воспринимаются социалом как ответственные, компетентные лидеры. А, например, там женщина афроамериканского происхождения со средним ростом вообще может иметь те же самые навыки даже лучше, но подсознание делает свой специфический выбор. При этом мы все с вами можем читать мысли. Это под силу каждому. Шестой факт из книги. Ну, речь идет, конечно, не о формулировании предложений в мыслях, но, например, определить злость, грусть, радость по лицу человека любого пола расы и внешности не такая уж сложная задача. И правильно интерпретировать эмоции не способны только люди, страдающие аутизмом. Временный аутизм, о нем рассказывает Малкольм, в процессе принятия решений встречается у абсолютно здоровых людей, когда мы находимся в стрессе, и тогда мы не можем читать мысли, и, собственно, не можем различать эмоции, и это нас может привести вообще не туда, и потому что во время стресса мозг избегает косвенных сигналов, и поэтому делает какие-то непредсказуемые выводы, и поэтому так много времени сейчас профессионалами разными уделяется тому, чтобы человек не жил в стрессе, как можно меньше проводил в нем и облегчал эти состояния, потому что большое количество ошибок вот как раз на уровне интуиции и бессознательного вы совершаете, когда находитесь в стрессе. Ну и еще ошибки совершают маркетологи, которые, как говорит Малкольм и Кладуэлл, очень часто свои маркетинговые исследования проводят ошибочно, потому что предсказать реальное поведение потребителей очень сложно. Вам мешают нереалистичные условия, и в некоторых случаях потребителю, например, нужно привыкнуть к товару. Именно поэтому тестирование и выборочное исследование рынка очень часто не совпадают с фактическим развитием ситуации. Ну, я вынес этот факт отдельно, потому что он для меня просто важен и интересен был, но я с ним согласен о том, что маркетинговые исследования все чаще становятся все более ошибочными. Очень хорошо этот факт раскрывает книга «Спроси маму» про то, что когда вы проводите какие-то исследования, вопросы должны быть направлены не в будущее, а в прошлое. Они должны не касаться товара, продукта или услуги, а должны касаться того, как что-то что-то делает, как происходит его обычный рабочий день, что в этом процессе, подмечаются какие паттерны. И самое главное, не нужно спрашивать у людей в рамках таких исследований, готовы ли они купить ваш товар, потому что это всегда искаженная цифра положительных ответов, которая вообще никак не влияет на будущие периоды. В общем, «Спроси маму», очень рекомендую, если еще не читали. Восьмой факт из книги «Возвращаясь к Гладуэлу» это необходимость избавиться от предрассудков. Предубеждения глубоко укореняются в нашем с вами сознании, и поэтому справиться с предрассудками, если вы вдруг решили, что пора это делать, вам поможет коррекция подсознательных установок. Это новые люди, новые знания, новые источники информации, и таким образом позитивные эмоции смогут разрушить негативные паттерны, а вы еще и получите разные ролевые и поведенческие модели в ходе знакомств, в ходе получения новой какой-то культурной, социальной или просто профессиональной научной информации. При этом научитесь отделять зерна от плевел. Ограждайтесь от лишней информации, потому что потенциально ошибочная инфа основывается на стереотипах, и она искажает суждения. Чтобы предрассудки не мешали вам делать какие-то выводы, ограждайтесь от предполагаемой ошибочной информации. Ну, там пример приводится о том, как при прослушивании музыкантов использовали ширму, и оказалось, что женщины не менее талантливы и конкурентоспособны, чем мужчины в плане вокалов, но вот предупреждения говорили об обратном. Я вынес на этот слайд еще отдельно кусочки газет, как, ну, сейчас, наверное, мало кто читает газеты, но вот новостные сайты — это тот самый источник информации, от которого стоило бы оградиться. Он не несет никакой положительной с точки зрения формирования опыта истории, он не усиливает ваши нейронные связи, не помогает вам развивать контакты, получать новые знания, но вы получаете вот тот самый белый шум, который еще и дополнительно вгоняет вас в состояние стресса, в котором, как мы помним, вы не умеете уже читать мысли, а так-то умеете. Вот, поэтому ограждаться от лишней информации важно, нам нужно делать это в рамках информационной гигиены ежедневно, но при этом помните, что вам нужно получать какую-то фундаментальную инфу, знакомиться с новыми людьми и получать новые знания. Ну и интуиция в качестве страховки. Тут история такая, вы чаще всего подкрепляете свой логический выбор какими-то подсознательными убеждениями, и поэтому ваши бессознательные решения очень часто полезны. Отпустите рацию, отпустите попытки все контролировать, тренируйте вот эту насмотренность, как у искусствоведов или у профессиональных спортсменов, для того, чтобы чисто на интуитивном уровне сличать паттерны поведений и мгновенно с помощью вашего суперкомпьютерного мозга вычленять какие-то закономерности. И, в общем-то, не только можно, но и нужно, чтобы вы доверяли вашему шестому чувству. Получится это не сразу. Некоторые решения, возможно, будут ошибочными, но чем чаще вы будете доверять шестому чувству, чем больше вы будете его тренировать, чем больше будете тренировать вот эти свои, свою насмотренность в результате 10 тысяч часов, тем с большей вероятностью все его последующие принятия решений, его это, бессознательного, будут успешными и поменяют всю вашу жизнь. Три задачи из книги Малкольма Гладуэла «Сила мгновенных решений. Интуиция как навык». Я их всегда записываю в букнот. Это блокнот для осознанного чтения. Лучший подарок для любителя нон-фикшн-литературы. Если у вас нет букнота, записывайте куда угодно, но обязательно выписывайте факты. Ну, хотя факты, может, не обязательно, а вот задачи прям обязательно. Это 3, 4, 5 задач, которые вы пойдете и сделаете после того, как дочитаете книгу, для того, чтобы стать лучше. И благодаря этим задачам получается, что вы в среднем на 80-90% больше пользы извлекаете из каждой прочитанной книги. Первая задача – учиться читать мысли методом более пристального наблюдения за эмоциями людей, которые нас окружают, но не в том смысле, что просто бялиться на людей, а пройти какие-то специальные курсы или уроки, или тренинги, которые позволяют еще чуть лучше различать эмоции и понимать, что происходит с человеком, просто глядя на него. Стиснуть зубы – вторая задача. Стиснуть зубы и пройти свои 10 тысяч часов в том деле, которым я хочу заниматься всю жизнь. Вот такая задача длиною в 10 лет. И третья – больше общаться с новыми людьми, получать знания из новых источников, чтобы избавиться от предрассудков и стереотипных суждений. Что ж, таким были 10 фактов и 3 задачи из книги Малкен Магладуэлла «Сила мгновенных решений интуиция как навык». И таким был проект «Читай быстро» на этой неделе. Надеюсь, вы уже подписались на канал и поставили палец вверх, и даже пишите сейчас какой-нибудь комментарий на тему, понравилась вам книга или нет, с чем согласны, с чем не согласны, и какие еще книги Гладуэлла рекомендуете нам почитать и сделать на них обзоры. Обязательно приходите к нам на блог, почитайте обзоры книг других авторов и разные полезные подборки, связанные с книгами и беглым осознанным чтением. Также можете проверить скорость своего собственного чтения и осознанность, получить сертификат, поделиться им в соцсетях, чтобы все знали, что вы читаете «Ого-го как». В Инстаграме можно с нами тоже дружить, мы там иногда выкладываем разные фоточки и разыгрываем книжки периодически. Увидимся через неделю. Новый я, новый вы и какая-нибудь новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok